Краеведческий диктант проводят уже четыре года и каждый раз накануне дня рождения области. Лучший подарок имениннику в этом случае это знание своей истории. Желающих блеснуть исторической эрудиции по традиции гостеприимно встретила площадка Пушкинской библиотеки. Краеведческий диктант проходит и там, и тут. Для всех тех, кто захочет принять участие из дома, на сайте Пушкинской библиотеки весь день будет действовать ссылка на задание. Для участников онлайн-испытания, так же как и для оффлайн, есть 20 вопросов и 4 варианта ответа. Каждый год мы придумываем новую тему для диктанта. В этом году это год науки и технологии. Половина вопросов у нас составлена по теме наука и технологии, и половина вопросов это сама история нашей Тамбовской области. За годы существования диктант по краеведению стал задавать свои тенденции. Например, знать историю родного края для тех, кто молод, стало модным. В источниках ребята себя не ограничивают. Это исторические учебники таких людей, как Спицы, например, «История СССР». Ну а так, в принципе, видеоматериалы исторические. Я достаточно уверена в себе. У меня дальние родственники были историками, поэтому мне история достаточно интересна. Результаты краеведческого диктанта станут известны уже в пятницу, 1 октября. Тогда же состоится награждение победителей. В этом году отличников ждут книги и памятные призы от спонсоров Пушкинской читальни. Марина Корякина, Евгений Михеев, Ольга Кириллова, Область новостей.